всем привет сейчас быстро рассмотрим как пользоваться текстурными атласами в андриеле и самое главное зачем зачастую начинающие когда дизайн интерфейс закидывают просто кучу отдельных файлов отдельных пнгшек и расставляют их потом в ung по канвасу но вообще-то так делать не культурно и считается дурным тоном в геймдеве потому что текстурки должны объединяться в текстурный атлас он будет выглядеть например так тут видите вместо 30 файлов только один это во первых культурнее и во вторых экономит какие-никакие дроколы раньше в андриеле чтобы использовать атласы в юмпе требовался специальный плагин назывался vatx атлас от владимира алямкина которому кстати большой респект но современных версиях движка уже можно в юмпе использовать фреймы из paper 2d плагина который по дефолту всегда включен движке для создания таких атласов существует две программы текше пейкер самый популярный платный и free текше пейкер бесплатный на них оставлю ссылки в описании ролика они от разных авторов у платного текше пейкера побольше фичей для других движков и может быть он чуть-чуть по мне распределять картинки но это не точно я хоть и по старинке пользуюсь платным но нам для него в принципе разницы нету бесплатный free текше пейкер вас никак не ущемляет открываем текше пейкер закидываем него пнгшки и смотрим настройки в застройках дата формат чекаем unreal engine paper 2d дата файл выбираем название файла и куда его экспортировать дальше текше формат это будет либо пнг-8 либо пнг-32 пнг-8 пониже качеством но зачастую его хватает максайз для пока без разницы максайз можно и большой для платформ послабже обычно 2048 максимум желательно дальше важная настройка сайз констрейт здесь надо power of 2 чекать то есть смотрим по дефолту его размер здесь написано 1008 на 509 это чё попало вообще если мы делаем сайз констрейт power of 2 то размер сразу становится культурным 1024 на 512 как положено у нормальных людей и здесь больше нечего чекать собственно дальше только остается паблишь спай чит и все он готов теперь у нас на выходе два файла дальше берем один от файл paper 2d спайс тащим его движок он автоматически создаст несколько папок смотрим создался сам атлас ничего менять не надо дальше в папке текстур с текстурка текстурки автоматически он выставил compression settings правильный юзер интерфейс 2d и текста групп воды пиксель сам фильтр все как надо дальше смотрим в папке frames он закинул все эти фреймы можно их сохранить они берутся как раз из этого атласа это всего лишь референсы на них это не отдельные картинки и собственно можем открывать виджеты использовать их видишь те тащим картинку на канвас выбираем текстурку это один из фреймов из нашего атласа и вот и все